Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я говорил, что мы с вами обязательно еще раз рассмотрим песню для Passion, Страсть, которая недавно была презентована Игорем Прутым и Димашем в рамках новой волны 2019 года. Все дело в том, что эта песня, она гораздо глубже и гораздо более многогранна, чем кажется с первого взгляда. Когда ты слушаешь, ты видишь действительно, что Димаш в белом, он ангел, там какие-то падшие ангелы в черном, девочка кричит. Во-первых, не все знают язык, перевод не предоставляется, но по сути понимается так, что выходит девочка-ангел, потом по руке за руку берет Димаша, потом за руку всех этих женщин, одна из которых Димаш кричит, что Альфа и Омега твоя страсть, крест-то потом Нега, Альфа и Омега, вот вся твоя страсть. И мы понимаем, что олицетворение ангелов и гемонов, извечная тема добра и зла. Но вы знаете, здесь трактовок может быть огромное множество, и мне кажется, сделано это... Во-первых, я хочу сказать, что это гениальное произведение, гениальное произведение Игоря Крутого, просто гениальное. И мне кажется, что на данный момент, на данный момент, во-первых, оно сыроватое, то есть я думаю, что сам Крутой понимает, что нужна была новая песня какая-то, и они сделали ее. Мне кажется, они будут ее дорабатывать. Так со мной согласны очень многие подписчики. Во-вторых, я считаю, что сам Крутой, да, он сделал очень гениальную вещь, которую до конца мы еще даже не понимаем. До конца мы не осознаем вот всю гениальность этого, этой задумки. Я считаю, что в принципе в творчестве Крутого, как мне кажется, вот это произведение, оно наиболее такое, настолько глубокое, что его осмыслить и осознать до конца нужно очень много времени, и оно уходит корнями прям к очень таким, знаете, вечным темам, так скажем, что ли. Третье, что мне хочется сказать, что многие писали мне, что Димаш все-таки не находится еще в том возрасте, чтобы рассуждать или браться за такие песни, за такие темы. Я соглашусь, что он достаточно там молодой человек, но тем не менее есть такое понятие, как возраст души, да, если там взрослая душа, то одно, если не взрослая, то другое. И в любом случае вот такое произведение и песня к незрелой душе не притянется, по этому душе, поэтому если он ее исполняет, это произведение, то в любом случае это душа зрелая, и он исполняет смыслом в глазах, видно, что он понимает, о чем идет речь. Тому, безусловно, конечно, это воспитание родителей. Ну и его личные, конечно, качества личностные. Я хочу зачитать вам комментарий, чтобы мы вот рассуждали более предметно. Одной из подписчиков под ником Елена Гримм. Мне кажется, она очень четко выразила то, что вот мне бы хотелось сказать самому, и я думаю, что вот от ее комментария можно отталкиваться. Послушайте, что она пишет. Повторюсь, о чем уже говорила в предыдущих комментариях. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, позади Димаша разворачивается ожившая «Ля маппе де линферно» Сандра Боттичелли. «Карта ада». В скобочках «Карта ада» Сандра Боттичелли. Великая картина, написанию которой предшествовала божественная комедия. Данте Алигьери. Вдохновившая художника. Этот посыл к Данте от Димаша и Игоря Крутого, на мой взгляд, значит очень многое, и об этом можно говорить бесконечно. Может быть, посыл этого произведения в прославлении и гимне чистой любви, раскаяния, которые позволяют вознестись из глубин самого Чистилища и начать новую жизнь. Одно скажу точно, что исполнение этого духовного эпического гимна среди той кутерьмы, в скобочках пишет, если не сказать более грубо, и полуправды, которые там, на этом концерте творились, прозвучало как гром среди ясного неба, как гимн настоящему искусству, как вызов всему тому эстрадному, расцвеченному блестками, суетливому, в кавычках, братству. Это великолепный комментарий. Я могу сказать, наверное, что это один из самых точных и четких таких комментариев, и емких, и смысловых, наполненных глубоким смыслом. И вы знаете, я согласен с каждым словом здесь. Все дело в том, что действительно здесь разворачиваются очень глубокие события. И Димаш выступает и в роли ангела, там падшие ангелы, и это силы добра и зла. Но вы знаете, мне кажется, что посыл заключается как раз... Вот знаете, когда я смотрел вчера, вот Димаш спел «Знай песню», и после него пошли там петь. Господи, я вот знаете, кто только там не уходил, и в зеленых каких-то шортах, и в майке какой-то продранной, и в трусах, и глюкоза в этом, до этого вышла в нижнем кружевном белье. Значит, это что только там не творилось. То есть, знаете, такое впечатление, что это вот падение Олимпа. Какая-то вот... Вот вы знаете, мне кажется, вот сейчас опять меня наверняка будут ругать и закидывать камнями за то, что я скажу про российский шоу-бизнес. Но я не могу сказать другого, ибо другого ничего нет. Понимаете, впечатление такое, что все, что там происходило, да, вот это, эти вот черные женщины, падшие ангелы, понимаете, которые стояли. Это та наша современность, в которую мы попали и в которой мы существуем. А эстрада, это как лакмусовая бумажка того уровня духовных ценностей, моральных ценностей, которые сейчас существуют в мире, в жизни, а самое главное в умах и в сердцах, и в душах самое главное, потому что там-то разговор идет о душе, да. Там борьба за душу идет, сил светлых и сил темных, борьба за душу человека. Что такое страсть? Ведь страсть, да. И поэтому вот эти духовные ценности, которые сейчас есть, они вот там, где чернота, где эти женщины, где та, которая кричит, она ему как бы напоминает, она его зовет, она его пытается свести с пути истинного, как бы, что, значит, альфа и омега, да, твоя страсть, значит, крест, а потом нега. И все дело в том, что выход вот этой девочки, вы знаете, я скажу больше, может быть, это моя вольная трактовка, безусловно, мое такое, мое субъективное оценочное мнение, тем не менее, мне кажется, вот эта девочка, это сам Димаш. Вот девочка, которая вышла и взяла за руку Димаша, и вот этих вот падших ангелов черных там, да, значит, или может быть не ангелов, но вот эти черные души, или люди вот эти черные женщины, которые олицетворяют падшие души из чистилища. Мне кажется, вот эта девочка, это сам Димаш. В белом, который олицетворяет собой чистое, что-то невинное, вот может быть даже детское, что-то такое, знаете, вот чистая, невинная, детская энергия, которая очищает и превращает все в нравственно-духовную, переводит плоскость. Вот я, для меня вот так я это понимаю. И на самом деле я могу сказать, а Димаш в этом случае, сам он, вот в этой картине, которую мы видим, он играет роль, безусловно, не самого себя, а сил светлых. А вот Димаш сам, это вот эта девочка, которая пришла для того, чтобы затронуть рукой светлые силы, а потом все темные, да, то есть не противопоставлять их друг другу, то есть российские шоу-бизнесы, эстраду и Димаша не сталкивают их лбами, да, а как бы она же девочка дотронулась рукой и до Димаша, до светлых сил, и до вот этих вот уже, которые упали до нельзя в морально-нравственном, да, в морально-духовном плане, не противопоставлять их, а как бы объединить их и на фоне вот этих светлых сил, коих олицетворяет Димаш, да, значит, вытянуть вот эти вот падшие души обратно. И мне кажется, что это и есть сам Димаш, который, как правильно написала великолепный комментарий, значит, подписчицы Елены Грин, значит, вот я еще раз прочитаю. Может быть посыл этого произведения в прославлении гимня чистой любви, раскаянии, которые позволяют вознестись из глубин самого чистилища и начать новую жизнь. Одно скажу точно, что исполнение этого духовного эпического гимна среди той кутерьмы, если не сказать более грубо, и полуправды, которые там, на этом концерте творились, а очень много было нареканий у Димаша, очень много было нареканий к организаторам, вы видели, как Киркоров там матерился, да, то есть это падение, полное падение, это вот эти черные, черные женщины, черные души, которые уже упали до Нильзи, и они пытаются каким-то образом уже, понимаете, не, ну, они уже далеки от морали, далеки от нравственности, далеки от духовности, от истины, они уже не помнят, что это, понимаете, они только знают блестки, перья и трусы. Прозвучало, как гром среди ясного неба, как гимн настоящему искусству. На самом деле, ведь вот это гениальное произведение, настолько глубокое, что даже то, что я сейчас говорю, это процентов 5 из со 100 того, что на самом деле там задумка какая была крутого и Димаша, понимаете, это очень серьезная вещь, очень серьезная, которую понять сразу невозможно, и я думаю, что мы будем слушать и постепенно, кажется, для себя открывать какую-то новую грань в зависимости от степени нашего личностного развития, как вызов всему тому эстрадному, расцвеченными блестками, суетливому, кавычки, братству, как вызов. Но еще раз скажу, что по их задумке, девочка, она объединяет эти силы, объединяет. Я думаю, что задумка Крутого была в том, чтобы показать, конечно, безусловно, вот именно на этой сцене, где были представлены огромное количество людей, но еще раз скажу, когда ты слушаешь Димаша, ты слушаешь Димаша, когда ты слушаешь остальных, ты слушаешь остальных, да? Но чтобы их не противопоставлять, а показать через вот это произведение, что такое настоящие духовные ценности, которые несет Димаш, человек, да? Вот в образе этой девочки он выступил, да? Значит, и вся остальная эстрада, которая там давно сгнила, прогнила и уже давно ушла, можно сказать, своими душами в чистилище, и что это чистилище очищает, а очищает светлые силы, кое, значит, представляет Димаш. И это идет не через противопоставление вот темных и светлых, а через их объединение, взаимодействие и возрождение этого всего. Мне кажется, Крутой сделал ставку на возрождение шоу-бизнеса и на окончание эпохи, на окончание эпохи. Всегда же возрождение не может быть в рамках какой-то эпохи, а возрождение всегда после окончания какой-то эпохи. Поэтому, мне кажется, здесь конец эпохи поющих трусов и всего остального. Вот я вчера смотрел, песню «Знай, послушал» и дальше смотрел. И у меня глаза не смотрели в телевизор, у меня резало ухо каждое последующее выступление. И мне кажется, люди, которые смотрят, они точно так же, вот многие пишут подписчики, что потом дальше невозможно слушать, но ничего другого, понимаете? Потому что, мне кажется, Крутой и выбрал, и Димаш выбрал Крутого. Это же души выбирают все-таки, да? А не люди. Очень осознанно, потому что все-таки Крутой, умудренный опытом человек, он и постарше, и он понимает, что он делает в этом смысле. Я имею в виду вот разыгрывая такие очень серьезные вещи, да? В которые он вовлекает Димаша, все-таки он песню, значит, музыку написал. По-моему, Лиля Виноградова написала стихи, значит. И в этом смысле, мне кажется, Крутой очень четко обозначил конец эпохи, именно вот благодаря появлению Димаша, конец эпохи загнивания шоу-бизнеса в принципе, не только в России, а в принципе. Конец эпохи поющих трусов и нижнего белья на сцене. Потому что воспринимать серьезно потом вот это, поющие трусы и нижнее белье на сцене после исполнения Димаша, вот таких вот произведений, которые фактически это гениальнейшие, глубокие произведения, да, там, звезды мирового уровня и, ну, величайшей такой глубины, да, философского осмысления, ну, практически невозможно потом смотреть, я еще раз говорю, на зеленые шорты и какие-то там, какое-то нижнее белье. И вот здесь как раз, мне кажется, смысл для, Крутой закладывал, что конец эпохи вот этих поющих трусов и возрождение, возрождение того, что должно быть, это действительно настоящего искусства. Вот это моя трактовка, и очень четко выразила ее Елена Грин. Еще раз я благодарность высказываю вам за то, что вы так конкретно и очень четко написали. Теперь ваша, мяч на вашей, так сказать, как говорится, половине поля. Ребята, я прошу вас написать ваше мнение, что вы там увидели, что вы услышали. Кто-то, может быть, услышал обычную песню и обычное произведение, кто-то, может быть, увидел и услышал что-то более глубокое, чем я сейчас сказал. Кто-то, может, сможет развить мою тему и написать что-то такое, что, значит, даст пищу для того, чтобы размышлять дальше и идти еще глубже. Кто что увидел в этой песне, напишите, пожалуйста. Это крайне интересно и очень интересно читать, понимать, что люди действительно развиваются, каждый по-своему, и видят, и слышат по-своему каждый. Но, безусловно, восхищаемся мы все одинаково. И Димашу мы крутым. Поэтому вот такое у меня мнение, такой разбор. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. Всем пока, ребят, до встречи.